Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео хочу показать еще один стандартный матовый мотив это спертый мат, когда мы ставим мат королеву соперника, при том, что данный король окружен своими же собственными фигурами и очевидно, что данный мат может ставить только одна фигура, а именно конь Итак, прежде всего разберем, как получается данный мат, то есть типичную матовую идею и разберем в дебютах, как можно быстро подставиться под данный мотив и, соответственно, проиграть уже в первые 10, а то и меньше ходов Итак, прежде всего начнем с классики Итак, данный мат придумал шахматист по фамилии Лусена и, соответственно, это как раз таки позиция, которую он придумал и, собственно говоря, с нее все и началось Ну что ж, в этой позиции белые ставят форсированный спертый мат в 5 ходов Начинают они с хода ферзи 6 шаг, конечно же И вот теперь на короле в 8 черных будет ферзи в 7 мат, поэтому короле в 8 играть нельзя Но после короля в 8 уже у нас все готово для спертого мата, то есть это типичная матовая идея Это когда ферзь стоит по диагонали, в данном случае а2 g8, ну и конь выходит на поле f7 Итак, конь f7, король g8, выбора нет, далее конь f6, на короля в 8 снова будет ферзи в 7 мат Ну а после короля f8 тоже несложная добивающая жертва Это ферзь g8, надеж g8 и конь f7 мат То есть такой вот спертый мат наверняка многие из вас и ставили, и получали Особенно это регулярно встречается в игре в короткие контроли То есть тот же блиц или быстрые шахматы И, безусловно, данную матовую идею мы обязаны знать И сейчас перейдем к практике, где разберем конкретные примеры Когда, опять же таки, в дебюте один из соперников допустил одну ошибку Но при этом ее хватило для того, чтобы проиграть партию Итак, начнем разбор спертого мата в дебюте с гамбита Blackburn Я уже разбирал данный дебют и показывал, что у белых здесь очень часто возникают огромные проблемы И особенно не связаны тем, что это дебют довольно редкий И очень часто он является, по сути, фактором неожиданности То есть просто соперник к нему банально не готов И он возникает после открытых начал Когда мы играем на e4, e5, на конь f3, конь c6 И на слон c4 здесь, конечно же, у черных есть главные ходы Такие, как конь f6 и слон c5 Но, тем не менее, возможен ход конь d4 Объективно, в этой позиции белые могут просто рокировать Либо сыграть, допустим, конь d4 И у них, конечно же, здесь перевес Поскольку есть такое правило, что не нужно ходить два раза К одной и той же фигурой в дебюте без необходимости Здесь необходимости, конечно же, особой не было Но, тем не менее, не все знают, что можно просто сыграть конь d4 И играет конь e5 Конь e5 уже ход крайне сомнительный Потому что после хода fg5 со стороны черных Тут уже в ряде вариантов Белые просто остаются без фигуры А то и действительно проигрывают еще больше материал В частности, они даже могут получить мат Ну, вот, например, ход конь f7 Это уже просто решающая ошибка Потому что в этой позиции после хода черных ферзь g2 Они как минимум остаются с нижней ладьей Итак, ферзь g2 Здесь все варианты в пользу черных Но самый красивый вариант возникает после хода белых ладей f1 Это, в принципе, и самое логичное Что у белых есть Ну, и тогда мы играем ферзь e4 Теперь понятно, что плохо играть ферзь e2 Как минимум за хода конь e2 Ну, а если защититься от шаха слоном Сказать слон e2 Тогда как раз таки будет спертый мат После хода конь f3 То есть подобный финал встречался в истории шахмата Очень и очень часто Поэтому, в принципе, на уровне любителей Я вполне могу рекомендовать по-прежнему комбинить блэкберна Потому что действительно многие из белых просто не готовы к данному ходу То есть коду конь d4 в этой позиции Ну и после конь e5 и ферзь g5 Уже от белых требуется точность Чтобы здесь, как говорится, не проиграть сразу Но конь f7 это уже, опять же таки, просто ключевой ошибочный ход После которого черные играют ферзь g2 И добиваются огромного перевеса Либо просто ставят мат Ну что ж, мы с вами идем дальше И давайте осмотрим еще одну типичную матовую конструкцию Которая возникает в защите каракан в данном случае Итак, первые ходы сделаем довольно быстро Они хорошие пока и сильные были 4c6, d4, d5, конь c3, de, конь e4 Здесь у черных есть три главных кода Это слон f5, конь d7 и конь f6 Конь d7 вполне хорошее и, в принципе, логичное решение Здесь за белых тоже, на самом деле, довольно большой выбор Ферзь g2, ход, который они в этой позиции сделали Он не основной, но тем не менее, ход очень идейный тоже Потому что на шаблонный ход конь gf6 На f6 последует просто спертый мат Как раз таки ход конь d6 То есть, на самом деле, это тоже очень популярный финал в шахматах То есть, многие из черных шаблонно играют конь g на f6 И, соответственно, попадаются в подобную идею То есть, чтобы мата не было, нужно черным делать более корявый ход Но, тем не менее, конечно же, намного более сильный Это ход с d на f6 И здесь, конечно же, никакого мата уже нет Ну, а про корявые ходы отдельно тоже скажу То есть, да, ход конь d на f6 кривой В каком плане, что теперь конь с g8 Он, в общем-то, остался, да, на месте И, соответственно, если белые не меняются То данного коня, может быть, не так легко вывести Но, с другой стороны, ход f2 тоже за белых мягко Не самый хороший, потому что после хода f2 закрывается слон И, соответственно, такими ходами все-таки белые Вряд ли могут рассчитывать на дебютный перевес И также могу еще добавить, что, в принципе, подобные идеи Можут встретиться и на ход раньше То есть, есть такой еще вариант, как e4 и c6 И в данном случае, в общем-то, белые могут сыграть сразу конь c3 После d5, конечно же, можно пойти d4 и перейти к главным линиям Но можно сыграть и ферзь e2 Такой интересный ход тоже есть из поряжения белых Тут у черных два главных хода это d e и d4 Ну, так вот, в случае хода d e мы бьем конем И, опять же, в случае хода шаблонного конь d7 Ставим такой вот симпатичный мат Поэтому конь d7 на самом деле просто ошибка Все-таки черные здесь обязаны сыграть по-другому Ну, допустим, пойти слон f5 Слон f5 вполне нормальное решение за черных Ну, опять же, даже здесь тоже черные могут заиграться И после, допустим, хода d3 Опять же, таки конь d7 сыграть и получить все тот же мат Поэтому, чтобы всего этого не было Нужно сыграть, например, e6 И теперь уже, конечно же, идея конь d6 за белых работать не будет А мы с вами движемся дальше И разберем еще несколько примеров спертого мата В данном случае в исцелинской защите Если говорить более конкретно о том, челябинском варианте То есть первые ходы сделаю довольно быстро Опять же, таки, не будем вдаваться в подробности Остановимся на ключевом моменте Итак, в этой позиции у черных есть несколько ходов Но самый сильный ход это конь f6 Самый популярный ход Но, тем не менее, ход e5 тоже вполне возможный Итак, e5 Белые играют конь b5 Это главная идея за белых в данном варианте То есть конь стремится на поле d6 Но на самом деле, после этого, допустим, хода конь f6 и конь c3 Мы просто переходим к главным линиям челябинского варианта Но, тем не менее, черные могут ошибиться И сыграть конь g7 В одной из партий было сыграно именно так Но, видимо, идея была в том, чтобы конь В перспективе перешел на поле d6 Однако, перспективы никакой, конечно же, уже не будет Потому что следует мат после хода конь d6 То есть очередной спертый мат получают черные Ну и также, если мы вернемся на ход назад То можем разобрать и другую партию Где тоже черные очень быстро поиграли Итак, последовало конь f6 Конь c3, e5, конь b5, d6 В данной ситуации у белых есть два хода До стону g5 и конь d5 Белые избрали именно второй вариант То есть конь d5 И далее последовало конь d5, ed Здесь все-таки более сильным ходом считается за черных конь b8 Однако конь e7 тоже вполне возможное решение Это все еще не ошибка Белые сыграли c3 Ну и вот здесь у черных на самом деле богатый выбор Есть много неплохих ходов Самое перспективное это конь f5 Ну и далее у черных вполне неплохая позиция Но последовал ход слон d7 Такой вот шаблонный И соответственно черные поставились под тот же самый матовый финал А именно под ход конь d6 Так что как видите в стрелянке тоже подобная идея встречается Хотя это конечно же уже такие более редкие примеры И в принципе здесь уже в общем-то партий существенно меньше Чем допустим в коммите Блокберна Либо в той же защите Каракан Ну и в конце хочу показать еще одну популярную идею спертого мата Которую я уже разбирал даже причем неоднократно Но тем не менее она встречается очень часто По типу гамбита Блокберна Поэтому тоже конечно же вы ее должны знать Итак это Будапешский гамбит Который возникает после d4 Конь f6 c4 и хода черных e5 То есть далее белые играют d8 Это самый сильный ход Конь g4, слон f4, конь c6, конь f3 Слон b4, шаг конь d2, ферзь e7 Здесь за белых пожалуй самый простой это ход e3 Ну а3 тоже вполне возможное решение И черные здесь не играют пока слон d2 А делают ход конь g на e5 На самом деле ход это тоже по сути такая микро ловушка То есть очевидно что это не просто так сделан такой ход И после хода аб конечно же белые фигуру выигрывают Но после конь d3 в итоге получают все таки мат Поэтому аб конечно же здесь является грубой ошибкой Белые обычно играют конь e5 Ну и после конь e5 снова аб является ошибкой По той же самой причине Потому что будет спертый мат То есть соответственно здесь конь d3 могут сыграть черные Ну и понятное дело что если белые не хотят получить мат Они должны защититься от данной идеи То есть сыграть например e3 Это самое сильное по теории И тут уже черные видимо обязаны бить слон d2 Ну и после слона d2 и ферзь d2 можно подвести краткий итог данного варианта То есть все таки ловушка у черных не сработала И здесь у белых конечно же перевес Потому что у них два сильных слона У них пространство и в принципе более такое грамотное развитие Поэтому сюда идти черным не рекомендуется Но с другой стороны в общем-то если они хотят именно победить сразу И все таки заманить соперника на подобный спертый мат То данный порядок ходов вполне имеет право на жизнь Так что поэтому как видите Некоторые такие ловушки на спертый мат встречаются довольно регулярно Тут же Будапешский гамбит, гамбит Бладберна То есть подобный финал встречался уже неоднократно Когда соперник в общем-то делает один неаккуратный ход И сразу же получает такой вот быстрый мат с помощью коня Надеюсь что вам понравились все эти примеры В общем-то постарался подобрать все дебютные такие вот миниатюры Которые заканчивались спертым матом Возможно в будущем покажу просто партии Где был спертый мат, но уже не в дебюте А допустим в Миттельшпиле, либо же Эншпиле Всем тогда спасибо за внимание И до встречи в новых видеороликах